Привет друзья! Сегодня я расскажу вам о жутком видео с названием This is Nossen или Deining Room. Предупреждаю! Видеоролик очень жуткий, и ни один скример не будет страшнее него. Если вы считаете, что вам не страшен ни один ролик, то послушайте отрывок из аудиодорожки со стоп-кадром. Считаете ли вы ещё себя смельчаком? Поверьте, то что на видео страшнее стоп-кадра. Продолжение следует... Я думаю многих видео хотя бы напрягло, видеоролик невозможно смотреть с улыбкой смотря в экран. О том какой он страшный, говорить можно долго, но историю-то вам надо рассказать. Видеоролики нам показывают девушку с серой кожей в столовой. За ней находится окно, за которым горит огонь. Девушка сидит за столом и неестественным голосом говорит непонятную фразу. Потом камера отдаляется, при этом на фоне играет спокойная музыка в исполнении фортепиано. На сорок шестой секунде опять возвращается. Это начинается обратное проигрывание видео. Соответственно девушка поднимает голову и говорит фразу, которая стала заголовком к видео. Затем она закрывает глаза и видео заканчивается. Вы заметили, что я не назвал этот ролик смертельным файлом? Это потому, что это не просто мусор интернета, а короткометражный фильм Дэвида Эрла, который рассказывает якобы о смерти где ничего нет, и сколько бы не реверсировать видео, все равно девушка скажет Зесса Исносен. Люди восхваляют этот фильм как пениальное произведение, но вот вопрос, кто-нибудь оттуда возвращался? Как судить о том, чего мы не знаем? Люди, которые переживали клиническую смерть, то есть остановку сердца, но при этом организм еще жил, говорили, что все-таки что-то видели, коридор. Ну ладно, на философии загну, но расскажу еще пару фактов. Видео было загружено впервые в интернет в понедельник, 3 апреля 2006 года в 7.53 утра на канал Дэвида Эрла. По московскому времени в 11.53. За столом сидит никакой не призрак и не гуманоид, а обычная актриса Леопард Сангер. Перед вами ее фото в роли этой девушки. Кстати, вот что пишет про свой фильм сам Дэвид. Было невероятно увлекательно читать множество теорий заговора, написанных о нем, и наблюдать, как с течением времени он неуклонно набирает популярность, что по-моему, редкость для фильмов на YouTube. Фильм переворачивается сам на себя. Ровно в середине ролика фильм начинает двигаться в обратном направлении, и звук повторяется в обратном направлении вместе с ним. Персонаж произносит эти три слова задом наперед, по мере продвижения фильма вперед, чтобы их можно было расшифровать в конце фильма при воспроизведении задом наперед. При зацикливании нет фактического начала или конца, и нет реального ощущения того, где на самом деле находится начало и конец. Это произведение было вдохновлено личным парадоксальным желанием эмпирического доказательства того, что на другой стороне жизни нет ничего. Я хотел стереть различия между двумя состояниями и заявить о парадоксе, показывая кого-то, кто возвращается из жизни или смерти, и отрицает свое существование, тем самым разрешая парадокс. Это наверное одно из уникальных разоблачений, так как это не смертельный файл, но много кто о нем слышал, но не все знают правду. Именно поэтому я делаю эти разоблачения, и именно поэтому я перед вами говорю, что файл dimming, rumourses и сносы не является подлинным.